Деревня Савина теперь может похвастаться новым пришкольным стадионом. Сразу после голосования его осмотрел глава региона Андрей Никитин. Площадка многофункциональная, здесь можно заниматься и атлетикой, и игровыми видами спорта. Не забыли и про поддержку болельщиков. Арина Аксенова продолжит. Этот пришкольный стадион в деревне Савина открылся перед самым началом учебного года, 31 августа. Так что 186 учеников Савинской школы уже успели оценить все его достоинства. Здесь проходит и утренняя зарядка, и уроки физкультуры. Но и после окончания учебного дня жизнь на спортплощадке бьет ключом. Вечером приезжают у нас на машину с ближайшим зревеньем, взрослые занимаются. У нас для всех открыты двери. Очень рада, что здесь очень много ребятишек. Они целенаправленно собираются в компании в самом Савина и идут сразу сюда. Инструктор нужен, конечно. Обязательно. Кто-то присмотрел, кто-то помогал. На стадионе предусмотрены три беговые дорожки. Яма для прыжков в длину, зона воркаута, площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, зрительские трибуны и освещение. Дело за благоустройством территории вокруг. По традиции первые деревья здесь посадили гости. Да и общероссийская акция пришлась очень кстати. Всероссийская акция «Сохраним лес» предполагает посадку 70 миллионов деревьев. Вклад в Новгородской области 100 тысяч саженцев. И не только на лесных участках. Ведь города и поселки тоже требуют озеленения. Хотелось бы, чтобы дети занимались спортом. И также приходя, их радовал глаз, прилегающая территория. Вот сегодня мы посадили первые деревца. А в будущем будем продолжать сажать и благоустроить территорию. Спортивный объект появился здесь благодаря программе «Газпром детям». А жители Савина решили на этом не останавливаться. И уже обсуждают планы развития зимних видов спорта. Мы сейчас обсуждали, что необходима хоккейная коробка на территории Савина. Мы даже уже с одним из жителей деревни Савина примерно посмотрели, где ее можно поставить будет. Поэтому я думаю, что мы будем пытаться реализовать этот проект и поставить хоккейную коробку. Второй этап проекта «Газпром детям» стартовал в Новгородской области в апреле. В этом году на территории региона уже появилось 13 многофункциональных спортивных площадок. Арина Аксенова, Максим Лебедев. Новости. Новгородское областное телевидение.